Добрый вечер! Сегодня в программе учебник нельзя сжигать, топить, судить. Открытое письмо абхазских ученых. Ничего, кроме карандаша и линейки, в АГУ начались экзамены для поступающих в российские вузы. Нардский эпос в мировоззрении Абхазов и Абазин. Совместный проект объединения Алашера и Минобразования Абхазии. Сегодня президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба принял победителя первенства России по вольной борьбе Сланбека Гварамия, а также серебряных призеров первенства России по вольной борьбе среди юниоров Астамура Гунба и Георгия Адлейба. Президент поприветствовал молодых спортсменов и пожелал им удачи. Абхазия Рауль Хаджимба Великобритания Абхазии Рауль Хаджимба Спортсмены поблагодарили главу государства за оказываемую поддержку. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба сказал, что для спортсменов большая радость быть на приеме у главы государства. У нашей страны давние традиции в спорте, не только по вольной борьбе, но и по другим видам. Мы очень ценим ваше внимание к нам и поддержку, которую вы нам оказываете, отметил Хутаба. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Делегация МИД Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кови, находится с рабочим визитом в Республике Арцах. Даур Кови уже провел встречу с министром иностранных дел Арцаха Масисом Майляном. В ходе встречи была подтверждена приверженность основным принципам меморандума о взаимопонимании в области международного сотрудничества, подписанного в прошлом году между Министерством иностранных дел двух стран. Участники встречи также особо подчеркнули, что меморандум является важнейшей базой для наращивания взаимодействия и дальнейшего углубления перспектив двустороннего сотрудничества. Даур Кови и Масис Майлян поддержали идею учреждения Института почетных консулов в Абхазии и Арцахе, что придаст положительную динамику взаимодействию между нашими государствами. На днях группа ученых выступила с открытым письмом, в котором осудила факт вызова в суд в качестве ответчиков авторов учебника по истории Абхазии. Академика Олега Бгажба и профессора Станислава Лакоба. Этот факт и стал поводом для открытого письма абхазских ученых. Сжигать, топить или предавать суду, что по сути то же самое, учебники, к чему у нас иногда стали призывать, недопустимо. Это мы проходили. Учебники не должны становиться объектом политических распорий и не могут быть написаны или переписаны в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, отмечается в частности в письме. Рината Шакая продолжит тему. Учебник истории Абхазии с древнейших времен до наших дней для 10-11 классов стал объектом судебного разбирательства. А его авторы, известные абхазские ученые, академик Олег Бгажба и профессор Станислав Лакоба вызваны в суд в качестве ответчиков. Данный учебник подвергается нападкам не первый раз. Со слов ученых Абигей, именно это обстоятельство вынудило их публично выразить свое отношение к данному факту открытым письмом. По мнению доктора исторических наук Аслана Авицба, книга по истории Абхазии не должна подлежать осуждению. Все вопросы по самой книге должны обсуждаться в стенах научных и учебных заведений. Если учебники вышли, их судить нельзя, ибо это свидетельствует о том, что раньше общество училось неправильно и, может быть, даже приведет это к желанию кое-кем переписать свою историю. А это нельзя делать ни в коем случае. Мы знали, что фактически одной из причин нашей войны с Грузией является попытка переписать нашу историю грузинским учеными в политических целях. Если мы сами сегодня начнем судить свои же учебники по своей истории, это доведет нас не до тех целей, которые мы себе ставим. В чем суть искового заявления ученые знают лишь понаслышке, так как сам иск не видели. Да и нам не удалось узнать суть иска у самого заявителя. Вопрос больше к 13-му параграфу 4-й главы «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году». По предположению Аслана Авицба, иск поступил не на всю книгу, а на отдельную фразу. Я самого иска не видел, но насколько я знаю, там людей, которые требуют судить учебник, не нравятся события или то, как освещены события 2014 года. Там даже не обо всех событиях идет речь, там идет речь о некоторой фразе, что вот Лакербайя обещал подать в отставку. И насколько я знаю, там речь идет о том, что Леонид Иванович говорит, я публично такого заявления не делал, и 50 об этом в учебнике начали оскорбить мою честь и достоинство. Кандидат исторических наук Саслан Салахай убежден, что сама идея судить учебник или книгу под названием «История Абхазии» кощунственная и не соответствует интересам нашей страны. По словам ученого, у многих может не совпадать мнение с авторами, но предавать суду книги недопустимо. В основе учебника лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории Абхазов коренного населения Абхазии, не изолированных, а в тесном взаимодействии с другими цивилизациями. Это, в общем-то, достаточно неординарный случай, когда книга, тем более учебники, на них подают в суд. В конце концов, почему, скажем, лично я и подписывал это письмо, там прямо указано, если кто-то не нравится, да, наверное, в любом учебнике есть недостатки, и в этом тоже есть то, что может не нравиться мне и другому, другому человеку и так далее. Но, я думаю, это было бы вполне обсуждаемо и вполне решаемо не на таком уровне. Потом я не понимаю, ну как выносить какие-то вердикты, да, вот по поводу написанного, да, в книге. Ну, ну не знаю, потому вот я лично считаю, понимаете, так, любую, любую нашу работу, да, любую, в конце концов, кто-нибудь так может, кому она не понравится, подать в суд. А вы знаете, у нас выходили очень спорные книги, да, вот в Абхазии, за которые было много разговоров, но вроде бы до судов еще дело не доходило. Учебник истории Абхазии с древнейших времен до наших дней для 10-11 классов вышел в сентябре 2016 года. Сегодня именно по этому учебнику преподают историю нашей страны во всех школах. 13-й параграф учебного пособия не раз вызывал несогласие многих с оценкой его авторов о том, что политические события мая 2014 года, приведшие к смене власти, не вышли за рамки конституционного поля. Рината Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете начались экзамены для кандидатов, поступающих в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества. Сегодня абитуриенты сдавали математику, затем еще три профильных предмета – химия, общество знаний и русский язык. 26 и 28 апреля состоится комиссия по апелляции. О том, как проходил первый экзамен, расскажет Ирена Джопуа. В этом году Абхазии по линии Россотрудничества предоставлены 53 квоты на все специальности и уровни образования, на которые претендуют 600 абитуриентов. Первый экзамен – письменный, по математике. Организаторы со всей ответственностью подошли к тесту. Приносить с собой в аудиторию абитуриентам разрешено только ручку и линейку. Любые средства связи и другая аппаратура категорически запрещены. Перед началом экзамена представители Россотрудничества показали видео, в котором подробно объяснили нюансы работы с заданием. Ведь в этом году тестовые задания построены в формате ЕГЭ, как и для всех российских абитуриентов. Распределение лимитов в ВУЗы курирует вице-президент Республики Абхазия Виталий Габни. Он пришел поддержать абитуриентов и заверил, что экзамены будут честными и прозрачными. Повторение утечки заданий, как это было в прошлом году, невозможно. Опечатанный конверт с заданиями привезли из Москвы представители Россотрудничества. Он был скрыт непосредственно перед экзаменом. Те задания, которые идут с Российской Федерации, у нас есть основания говорить о том, что произошла в прошлом году утечка. И многие из абитуриентов знали задания заранее, которые должны были быть вскрыты. Мы этот вопрос ставили жестко. Ставили жестко настолько, что способны были вообще отказаться от этих квот, если мы не выйдем на правила. Для нас понятны. В этом году это правила опробированы. Приехали ведущие специалисты с Российской Федерации. Подготовили задания с печатями Минобразования Россотрудничества, которые мы вскроем при вас здесь, в отличие от прошлого года. Высокий уровень организации экзаменов, подчеркнул и представитель руководства Россотрудничества Вадим Чеха. Мы придаем очень важное значение экзамену в Республике Абхазии. И в этом смысле хотели выразить признательность руководству республики за великолепную организацию процесса и за содействие в проведении, за участие в процессе. До конца этой недели будут проведены экзамены по остальным профильным предметам – химии, обществознанию и русскому языку. Минимальный балл, который кандидат на поступление должен набрать на профильном экзамене – 50. Для проведения оценки отборочных испытаний будут созданы две смешанные комиссии из педагогов Агу и учителей средних школ республики. Абитуриент Беслан Закарая подал заявки на поступление сразу в три вуза, но надеется, что сможет попасть в экономический университет имени Плеханова. Признается, что подготовка к экзаменам была сложной и длительной, но молодой человек уверен в своих силах. Готовился два года, поэтому были определенные трудности, но все, что надо было пройти, прошел. Все, что надо было знать, знаю. Поэтому подготовка была тяжелая. Итоги первых отборочных испытаний будут известны уже во вторник. Сканированные копии экзаменационных работ и результаты будут выставлены на сайте Россотрудничества. Также абитуриенты получат ксерокопии своих работ и ключи к заданиям, по которым смогут сверить свои ответы. Ирена Джопуа, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Делегация Абхазии под руководством министра здравоохранения Тамаза Цахнаки приняла участие в шестой международной конференции по ВИЧ в СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая прошла в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Примечательно, что в итоговый документ, перенятый на пленарном заседании конференции, были внесены данные Минздрава Абхазии. В частности, статистика ряда государственных целевых программ по профилактике лечения ВИЧ, СПИД – это неотъемлемая часть программы родовспоможения, программа лечения гепатита С и профилактики гепатита В, ведомственная программа мобильной лаборатории по диагностике ВИЧ и гепатитов В и С. Вся эта информация была включена в резолюцию форума. Кроме того, в ходе поездки в Москву состоялись рабочие встречи в Министерстве здравоохранения России, где обсуждались конкретные вопросы реализации двух межгосударственных российско-абхазских соглашений в области здравоохранения. В турецком городе Каджаили открылся абхазский культурный центр. В планах центра – помогать абхазам, проживающим в Турции, чтобы абхазской диаспоре было легче изучать свою культуру, традиции и свой язык. Уже сегодня в культурном центре преподаются уроки абхазского языка, музыки. Помимо этого ведутся уроки фольклора. На открытии Абхазского культурного центра присутствовали помощник премьера-министра Турции Фикри Ишик, глава администрации города Каджаили, глава Федерации абхазских культурных центров Атанур Акусба, полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, депутаты турецкого парламента, общественные деятели, журналисты. Данное мероприятие освещалось по национальным каналам Турции, велись прямые эфиры в интернете. Международное объединение Аллашара и Министерство образования Республики Абхазии учредили совместный проект «Нарский эпос в мировоззрении абхазов и абазин». В рамках проекта команды из всех абхазских школ Абхазии соревновались на знания «Нарского эпоса». Сборные команды школ Гагарского, Сухумского, Гулрыбшского, Гудаутского, Учимчирского и Ткуарчалского районов и города Сухум состязались за звание знатоков «Нарского эпоса». Для героев эпоса характерны высокие нравственные качества, правдивость, честность, чувство собственного достоинства, свободолюбие, любовь и ненависть, стремление к подвигам. Вот почему выбор «Нарского эпоса» в качестве предмета соревнования не случайен. Школьники соревновались в умении передать дух нартов на сцене, на знания самого эпоса. Нельзя не отметить, что дети были очень подготовлены, были очень убедительны, каждый в своей роли. Словно могучие нарты вдруг ожили на сцене. Главная цель проекта – пробуждение в школьниках интереса к фольклору, к традиционному эпосу и своим корням, без сомнения, была достигнута. Главная цель проекта – пробуждение в школьниках интереса к фольклору, к традиционному эпосу и своим корням, без сомнения, была достигнута. Главная цель проекта – пробуждение в школьниках интереса к фольклору, к традиционному эпосу и своим корням, без сомнения, была достигнута. Мы готовились очень долго, за время нашей подготовки мы узнали много нового материала, что было очень интересным для нас. Для начала проходил первый тур и второй тур среди школ Гагрского района. Там мы заняли первое место, соревновали шесть команд. После этого мы сегодня участвуем в третьем туре. Если честно, мы очень волнуемся. Мне кажется, это очень важно в настоящее время молодежи читать нардские эпосы, не только интересоваться абхазской литературой. Мы очень долго занимались, мы занимались неделями. Наша команда называется «Ахча». Раньше она называлась «Айнар». Мы были две группы, мы соединились в одной, сейчас называется «Ахча». Мы читали темы, нам объясняли учителям. Да, для меня это близко, я многое узнала, когда читала, я многое поняла. Одна из главных целей Международного Абхазо-Абазинского объединения Алашара – это сохранение абхазского языка и культуры, представленной богатейшим устным народным творчеством. Сказания о нартах являются наиболее ярким примером. Об этом в своем выступлении сказал представитель организации Алашара Аля Асайба. На мероприятии присутствовал министр образования Дгур Кокоба. Он отметил, что подобные мероприятия необходимы для прививания у подрастающего поколения любви к родному языку и культуре. Министр также поблагодарил учредителя Международной Организации Алашара Мусу Экзекова за большой вклад в развитие и сохранение абхазо-абазинских языков и культуры. Почему мы выбрали такое направление? Всем известно, что абхазский фольклор хранит все наши обычаи, традиции. Это для воспитания молодежи, ведообразования – это не только обучение, но и воспитание. Для воспитания огромное значение имеет знание нашего фольклора. Потому мы решили организовать такой конкурс. Вы видите, насколько дети с охотой участвуют в этом конкурсе. Каждый подготовил свои номера для подготовки. Они огромную литературу использовали. То есть дети уже не просто понаслышке, а прочли наши книги, учебники. Сказания о героях Нартах широко распространены у абхазов, абазина, дыгов, кабардинцев, осетин и других народов Северного Кавказа. В планах организаторов мероприятия сделать конкурс традиционным. Также планируется провести подобный конкурс и в Карачаево-Черкесии. Увлекательная библия «Ночь» проходила сегодня в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. Это рассчитанная на детей акция с разнообразными площадками на любой вкус. Здесь и книжная выставка «Островок радости», фоторетро-выставка из личного архива Анзора Гумава и многое другое, что вызвало живой интерес сухумских школьников. Саресмар пообщалась с участниками и организаторами акции. В этот день главное правило библиотеки – соблюдать тишину – было нарушено. Но никто из сотрудников библиотеки шум не пресекал. Даже наоборот, они помогали ребятам сориентироваться и найти нужный зал. Экскурсия для детей началась с первого этажа. Неспокойнее всего в кинозале. Именно здесь для детей был организован мультпросмотр. Ребята по желанию сообща выбирали мультфильм для просмотра. За время акции было показано более 10 различных мультиков. Один из них был на абхазском языке. Мне понравилась эта библиотека. Я тут впервые сейчас нахожусь. Мне понравилось то, что мы пришли, нам подарили книги. Еще мы посмотрели мультик с удовольствием. Удивительная тишина стояла в другом зале библиотеки. Боясь нарушить покой читающих, ребята тихонечко подходили к стойкам, брали книжки, усаживались рядом с остальными и окунались в тайну сказок. В этом же зале необычным было то, что каждый желающий мог забрать понравившуюся ему книгу по пуп-кроссингу. После того, как он ее прочтет, обязательно должен передать другому. Ведь именно в этом и состоит весь смысл всемирного движения. Мультик просто был детский, поэтому мы вышли. Решили книжку прочитать. На втором этаже здания библиотеки была открыта фотовыставка. 28 снимков старого сухома из речного архива Анзора Агума впервые были показаны зрителю. В другом зале для детей проходил мастер-класс фрактального рисования. Для этого в Абхазию был приглашен российский специалист. К достаточно необычному методу рисования дети отнеслись с большим интересом. Старались выполнить все строго по инструкции. Сейчас дети рисуют здесь рисунок. Рисуется он закрытыми глазами, то есть контур рисуется закрытыми глазами, не отрывая руки. После этого мы с закрытыми глазами также берем карандаши из общей коробки и начинаем раскрашивать. После того, как все раскрашено, можно сделать диагностику по цветовой гамме, по тому, как нарисован рисунок. Детям нравится? То есть скажите, пусть дети ответят. Да! Сегодня книголюба впускали даже в святая святых – хранилище, где собраны редкие и древние издания. Библионочь в Национальной библиотеке проходит уже во второй раз. Делается это для того, чтобы привлечь молодого читателя. Мы сегодня привлекаем огромное количество пользователей, читателей для продвижения чтения. Мы открываем свои тайны фондов. Их у нас 11 обособленных фондов. Работаем мы сегодня на целые сутки. Начинаем в 10 до 23 часов. Это для тех, кто приезжает из районов, а остальные город может быть и до утра находиться. Третий этаж библиотеки собрал любителей спорта. Здесь ребята могли проверить свои силы на выносливость, сноровку и мышление. Проведя немного времени в читальном зале, ребята постарше поднимались сюда. Здесь каждый из них мог найти себе занятие по душе. На этом этаже был открыт еще один кинозал, в котором показывали фильм о писателе Максиме Горьком. Дети узнают о творчестве Максима Горького, что он побывал в Абхазии дважды. И его произведение о рождении человека в Абхазии. На последнем этаже здания была организована выставка книг об Абсуара. Детям давали их почитать. Более того, сотрудники библиотеки сами рассказывали о том, как должен вести себя Абхаз, об обычаях и традициях нашего народа. Одним словом, сотрудниками национальной библиотеки была проделана большая работа, чтобы каждому из посетителей было здесь интересно. И он обязательно сюда вернулся. Народной артистке Абхазии режиссеру Нелли Эшба исполняется 90 лет. В нашей программе сегодня смотрите передачу из архива Абхазского телевидения с последним интервью Нелли Эшба. Абхазский скакун выиграл Кубок памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, прошедший в воскресенье на Краснодарском ипподроме. На дистанции в 1600 метров лошадь абхазского коневладельца Беслана Алхазава пришла первой. Завоевав Кубок, забег на Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба. Новый скаковой сезон 2018 года открылся на Краснодарском ипподроме 22 апреля. Помимо открытия сезона, отмечался праздник 150-летия со дня основания Краснодарского скакового ипподрома. В программе «Скачек» было запланировано 12 забегов, в которых приняли участие абхазские коневладельцы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова